Здравствуйте! С вами Влад и новая авторская история моего канала «Так не бывает». Антон проснулся от удушливого запаха. Его пёс Гарри чихал из заедкого дыма, а комната стала сизой от смога. «Это что? Опять сволка горит?» С просонья пробормотал парень, быстро встал и захлопнул форточку единственного окна своей лачуги. Антон взял ведро, зачерпнул воды из дождевой бочки и пошёл искать источник возгорания. Стояло жаркое лето. И на мусорном полигоне, недалеко от которого притулилась Антонова хибарка, то и дело воспламенялись пластиковые отходы, которые разогревались солнечными лучами через стеклянные бутылки. В этот раз парень быстро нашёл причину. Горела целая куча разнокалиберного мусора. Пришлось побегать с ведром, заливая дымящийся пластик, пока дыма не осталось и следа. Весь в копоти и поту, Антон, довольный, что снова спас полигон от крупного пожара, пошёл к вагончику, где сидел сторож, он же смотритель мусорного хозяйства. Каждый раз, когда парень тушил очередной пожар, сторож давал ему немного денег за грязную работу, так как самому её выполнять совсем не хотелось. Есть кто дома? Антон позвал сторожа. Но никто ему не ответил. Решив зайти в другой раз, Антон прихватил выброшенный в мусорный бак объедки для Гарри. Собака прибилась к нему недавно. Это был старый пёс, который пришёл к парню в лачугу с перебитой лапой. Антон выходил его, истратив свою заначку, и теперь дела у пса были неплохи. Он верно служил своему спасителю, отгоняя дома бомжи, коим сам Антон тоже являлся. — Что, заждался? Умница, хорошо охраняешь, — сказал Антон и положил остатки пищи в миску пса, который жадно принялся есть, вилея от радости мохнатым хвостом. — Ну и чем я от тебя отличаюсь? — спросил он Гарри и зашёл в лачугу, которая надолго стала ему домом. Волею судеб, а больше по своей слабовольности и недальновидности, 26-летний Антон был бомжом с пятилетним стажем. Ровно пять лет назад он вышел из тюрьмы, в которую попал по собственной глупости. Жизнь его была не сахар. Мать рано умерла, а отчим, не справившись с горем, совсем спился. — Лучше бы ты сдох вместо матери. Никакого от тебя проку! — орал на плачущего мальчика пьяный отчим. — Я больше так не буду, — причитал Антон, вытирая слёзы. — Мальчишки попросили принести им покушать, вот я и угостил их печеньем. — Иди работай и покупай, что хочешь! — не унимался пьяница. Потом отчим потерял работу, стал агрессивным и вечно упрекал Антона в куски хлеба. Вскоре Антон окончил школу. Поступил в колледж, где ему платили стипендию. Была ещё и пенсия по потере кормильца. Но и эти гроши отчим пытался у него отобрать. Поэтому юноше в семнадцать лет пришлось уйти из дома и поселиться в общежитии. В двадцать он получил диплом менеджера, чему был несказанно рад. Ведь теперь можно было устроиться на работу. Походив по собеседованиям, парень быстро понял, что в престижной компании людей берут с опытом работы или по большому блату, но с условием, что у тебя есть высшее образование. А так как за плечами у Антона был только специалитет, то ему прямая дорога была либо на завод, либо в магазины бытовой техники. Но вкалывать на заводе не хотелось, особенно за небольшую зарплату. Антон привык, что каждый месяц ему на карточку падали деньги за то, что он сирота. Но по окончании колледжа государственные вливания прекратились. Теперь нужно было добывать пропитание самому. Домой идти он не хотел, из-за учима алкаша. — А пойдем ко мне жить, — предложил как-то бывший сокурсник. — У меня комната есть, правда на окраине города, но на первое время сойдет. — Спасибо. — Я согласен. А вещей у меня немного, все входит в один рюкзак, — обрадовался предложению Антон. Вечерами к знакомому частенько захаживала компания молодых людей, прилично одетых и обеспеченных средствами. Они-то и давали парню в долг. Однажды, когда Антон пришел с очередного поиска работы, молодые люди бурно обсуждали план на ограбление ломбарда на другом конце города. У них не хватало человека, чтобы стоял на шухере. Они-то и просили Антона помочь, напомнив ему о долге, которые простят, да еще и дадут долю от награбленного. Антон понял, чем промышляли друзья его однокурсника. Но согласился быть дозорным, не считая это преступлением. — А в случае чего, — решил про себя парень, — можно будет убежать с места преступления, ведь он же не грабитель. В назначенный день и час банда собралась у ломбарда. Антон стоял на шухере. А парни всей компании вломились в маленький магазинчик. Но что-то пошло не так. Возможно, подвела плохая организация, а может камеры на улице, о которых грабители не подумали. Словом, всю бедовую компанию повязали полицейские за какие-то сутки. Роль Антона в качестве смотрителя не была такой уж безобидной. Суд приговорил парня к одному году общего режима, остальные получили от трех до восьми. На волю Антона вышел, когда ему был двадцать один год. За тюремными воротами с зычной надписью «На свободу с чистой совестью» никто его не встречал. И парень в первый раз остро почувствовал, как он одинок. Твердо решив поменять свою жизнь к лучшему, он двинулся в сторону родного дома, до которого было еще двести верст. У подъезда, как и прежде, на лавочках сидели бабули и ругали какую-то Ленку из третьего дома. Увидев Антона, они всполошились. — Антошенька, это ты, что ли? Горемычный ты наш. А ты куда идешь-то? — спросила баба Нюра, главная заводила всей честной компании. — Как-то куда? — Домой иду. — улыбнулся Антон и поправил рюкзак за спиной. — Так ведь нет, дом-то теперь у тебя родимый! — запричитала бабушка. — Как это нет? — спросил парень, не понимая, что до него хотят донести. — Так ведь тетчим твой пропил квартирку-то. За гроши продал. А тебя выписал, раз ты в тюрьме сидел и за коммуналку не платил. Будто он платил, пьяница проклятый. А теперь здесь семья живет с двумя детишками. — И что мне теперь делать? — уже сам себя спросил озадаченный парень. — Ой, не знаю, милый, пойдем я тебя покормлю. Сегодня у меня переночуешь, а завтра не обессудь, придется тебе уйти, а то у меня внуки приезжают. Баба Нюра была единственной соседкой, которая жила в доме с тех пор, как его построили. Остальные соседи, которые знали семью Антона, разъехались кто куда. Парень был рад и этому. У него имелись кое-какие деньги, заработанные в колонии. Поэтому он решил с самого утра идти искать работу и какое-нибудь дешевое жилье. Проснувшись пораньше и съев плотный завтрак с заботливо приготовленной бабой Нюрой, Антон пошел созидать для себя новую жизнь. Позвонив по десятку объявлений о наборе на работу, Антон вскоре убедился, что бывшего заключенного судимого за грабеж в штат никто брать не хотел. Оставались временные подработки, разгрузка вагонов, копание могил, уборка мусора на рынке и все в таком духе. Антон выбрал для себя относительно несложную работу уборщика на местном продуктовом рынке. Зарплата там была мизерная, но зато можно было бесплатно забирать просроченные продукты. А так как деваться было некуда, то парень был рад и такому предложению. Наступил вечер. Ночевать Антону все еще было негде. Той суммы, что удалось скопить, не хватало даже на комнату с подселением. И парень готовился ночевать прямо на улице, под мясным прилавком. Но тут заметил на столе желтый листок, где от руки было написано, что на длительный срок сдается маленький домик, который находится за два километра от города. А цену просили ровно такую, что была у парня в кармане. Позвонив по телефону и трепеща от восторга, Антон получил предложение встретиться у остановки на краю города, чтобы посмотреть будущее жилище. Пройдя пешком три квартала, парень был на назначенном месте вовремя. На остановке спал какой-то бомж, но Антон решил не обращать на него внимания. — Это ты по объявлению мне звонил насчет домика? — прозвучал сзади сиплый голос. Антон обернулся и к своему ужасу обнаружил, что бомж уже сидит на скамейке и обращается к нему. — Я звонил, — удивленно ответил парень и отпрянув отгрязнули. — А ты не брезгуй, парниш, в жизни всякое бывает. Вот ты, я смотрю, не в самой лучшей ситуации, — философствовал бродяга. — Просто не ожидал увидеть, простите, бомжа, — смутился Антон. — А ты тогда кто? — резонно спросил незнакомец. — И действительно, кто я? Такой же бомж, только не воняю? Пока. — подумал Антон и уже более мягко заговорил с мужчиной. — Так вы сдаете домик? — Я его продаю, за те же деньги. Решил на юг уехать, старые кости погреть, а мою собственность продаю. Даже расписку напишу и своим соседям сообщу, чтобы на имущество мое не претендовали. Ну, так что, идем смотреть-то? И Антон согласился. Деваться было некуда. До домика они добрались засветло. Это была старая лачуга с одним окном, которую надо было отапливать дровами. Внутри было все просто. Сколоченный своими руками стол, скамья, кровать с пыльным матрасом, старая электрическая плитка кухонной принадлежности, а на потолке, облепленном мухами, болталась лампочка Ильича. — Ну как? Видишь, как все обустроено? Сам делал. Бомж явно гордился своим творением. — Недалеко речка с источником. Он не замерзает даже зимой. Так что вода у тебя будет всегда. — Ручей тот святой. Так что не мусори там. А паломники в него каждый день денежки бросают. Так что на пивко у тебя всегда найдется. Считай, пассивный источник дохода у тебя уже есть. — Еще я тебе работу свою по наследству, так сказать, передам. Будешь помогать сторожу на городской свалке. Ах да, забыл сказать. Тут за вон тем перевалом свалка разместилась. — Если ветер в твою сторону не дует, то вони нет. — Да ты не робей. У нас мужики здесь хорошие, если что подскажут. — А меня, кстати, Иванычем звать. Я с тобой пару дней доживу, введу в курс дела, а потом двину на юг, как птица перелетная. — Ну так что, берешь домишко-то? — Беру, — сказал Антон. Других вариантов у него все равно не было, как и каких-либо родственников, которые могли бы ему помочь. Иваныч тут же написал расписку, забрал деньги и спрятал их в мешочек на груди. А потом, откуда ни возьмись, появились шмацало, коровая хлеба, овощи и бутыль самогона, от которого Антон категорически отказался. Поужинав, два абсолютно разных человека познакомились и долго рассказывали каждый о своей судьбе. Два дня пролетели быстро. Антон успел привыкнуть к Иванычу, который ему оказался ближе, чем отчим. Прощаясь, старик обнял Антона и посоветовал больше не встревать ни в какие истории. И вот теперь, оказавшись полноправным хозяином домика у леса, да еще и с верным псом, Антон тихо жил своей незаметной жизнью, надеясь только на себя. Может быть, кто-то считал его малодушным, опустившимся, но это было не так. Понимая, что помощи ждать неоткуда, а друзья, если таковыми их можно было назвать, отвернулись от Антона. Парень взял себя в руки и жил как получалось. Работая на рынке и имея возможность забирать просрочку совершенно задаром, он скопил немного денег и облагородил свой домишко. Покрасил все снаружи и внутри, соорудил летний душ, заменил старую электрическую плитку и даже купил на блошином рынке люстру, покрывало, полотенце, постельное белье и занавески на окна. Вместо лавки поставил два стареньких, но довольно приличных кресла и диванчик, а печку побелил и почистил дымоход. Словом, его лачуга стала больше походить на старый деревенский домик. Кроме того, Антон завел небольшой огородик с посадками картофеля, лука, морковки и разной зелени. Все это маленькое хозяйство охранял большой лохматый Гарри, единственный и настоящий друг Антона, кому бродяга действительно мог доверять. Вечер предвещал быть тихим и ничем не отличаться от других таких же непримечательных вечеров. Антон пошел на обход своих владений, решил дойти до источника, который служил ему копилкой. Парень часто доставал из ручья оставленные людьми деньги. Пройдя по тропинке, которая вела мимо свалки сквозь заросли орешника, Антон уже собирался поворачивать в сторону реки, как услышал тихий шелест автомобильных шин по гравию. Парень присел, чтобы скрыться из виду. Было непривычно увидеть в это время и в этих местах людей, особенно на таких огромных и дорогих внедорожниках. Машина остановилась, и из нее вышел респектабельного вида молодой мужчина. Он оглянулся, видимо, для того, чтобы убедиться, что он здесь единственный гость. Затем открыл багажник и вытащил из него большой красный ковер, свернутый рулоном. С трудом подняв ношу, кряхтя и ругаясь, он бросил ее на краю свалки, затем быстро прыгнул в автомобиль и так же тихо уехал. А вот ковра-то мне как раз и не хватало для полного счастья, подумал Антон, радуясь такой удачи. Теперь нужно было быстренько оттащить находку в свой домишко, иначе ее уже к вечеру заберут соседи. Намереваясь сходу взвалить ковер на плечи, парень с удивлением обнаружил, что у него это не получается. Рулон был настолько тяжел, что Антон удивился, как тот мужик вообще его смог дотащить. Парень попытался развернуть ковер, и руки тотчас заморались обо что-то красное. Это была не краска. Это была кровь. В ужасе Антон замер перед страшной находкой. Так вот, почему мужик так спешил и оглядывался. Это же убийца. В голове все перемешалось, а перед глазами пошли круги. На ковре остались его отпечатки пальцев, которые есть в полицейской базе. Полиция ни за что не поверит бывшему зэку, что он просто мимо проходил. Ну вот, сходил за водичкой. Нервно подумал парень. Терять уже было нечего, и он, скрипя сердце, стал разворачивать рулон, чтобы посмотреть на его страшное содержимое. Внутри была девушка. Антон обнаружил, что у нее была пробита голова. Других повреждений на теле не было. Кофта была вся в крови. Парень послушал сердце. Оно еще билось. Дыхание было не ровным, а пульс еле заметным. Делать было нечего. Нужно было вызывать скорую помощь. Какой там номер не отложки. Руки-то как трясутся. Делать-то что? – размышлял слух до смерти напуганный парень. Антона била мелкая дрожь. Он первый раз видел жертву преступления. – Не надо скорой! – еле слышно прошептал чей-то голос. Девушка открыла глаза и смотрела на Антона. Это привело парня в такой дикий ужас, что он попятился назад и упал. – Ты жива? Ты кто? Почему не надо скорую? – затараторил Антон. – Спрячь меня, иначе он убьет и меня, и тебя! – прошептала девушка. – Он не оставит свидетелей. Возьми меня к себе. И девушка потеряла сознание. Антону не верилось, что все это сейчас происходит на самом деле. Он взял девушку на руки и понес домой. Она оказалась совсем не тяжелой. Антон представить не мог, как можно было сотворить такое с таким нежным существом. И злость вскипала в его душе. Он вспомнил, как его в детстве такого хрупкого и маленького обижал отчим. Поэтому решил во что бы то ни стало защитить ту, кто доверил ему свою жизнь. Сердце подсказывало ему, что делает он все правильно. И тут он вспомнил слова старого бродяги, который просил его не вляпываться в какую-нибудь неприятность. Но Антон отогнал от себя это воспоминание. Не тот это был случай. Положив незнакомку на диван, он затопил печь, чтобы в доме стало теплее. Согрел воды, промыл рану на затылке, обработал антисептиком и наложил заживляющую мазь, которой раньше лечил лапу Гарри. Неумело замотав пол головы девушки чистыми бинтами, парень побежал за ведрами, которые так и остались валяться в кустах. Нужна была вода для супа и чая. Восстанавливающий силы суп его научил варить старый бродяга. Но еще нужна была свежая курица и перепелиные яйца. Антон схватил деньги и, оставив Гарри сторожить девушку, побежал на продуктовый рынок. По пути он обдумывал план действий. Во-первых, нужно было поставить ее на ноги. Во-вторых, придется с ней некоторое время пожить, а там уже можно будет вместе подумать, как выйти из этой сложной ситуации. Одно он знал точно. Им грозила опасность, поэтому действовать надо было осторожно. По возвращении Антон увидел, что девушка очнулась и даже попила воды, которую он оставил для нее на табуретке. Гарри улегся рядом с больной и пребывал в радости. Девушка улыбалась и гладила собаку по голове. Пес же, ни разу не ощущавший на себе нежной женской руки, был в полном восторге и вилял хвостом, как пропеллером. — Смотрю, тебе стало лучше, — весело сказал Антон, удивляясь на столь живописную картину. — С таким-то помощником и защитником любой на ноги встанет, — ответила девушка и внимательно посмотрела на своего спасителя. — Спасибо тебе, что не бросил там. — А, кстати, где я? — спросила она. — Увы, но ты на помойке, на самой настоящей свалке. А я бомж, меня зовут Антон. А этого джентльмена, — и парень указал на собаку, — зовут Гарри. — А меня София. На свалке я, конечно, еще не жила, но когда-то надо же начинать. Девушке, несмотря на ее слабость, было не занимать чувство юмора. А домик очень даже уютный, и ты не похож на бомжа. Антону было приятно услышать, что его старания не прошли даром, и его дом кто-то оценил по достоинству. — О, это ты еще в огороде не была, — улыбнулся парень. — У тебя еще и огород есть. Вот дела, — удивилась София. — А теперь я буду варить особый суп, чтобы к тебе силы вернулись. Ну, пока что выпей вот эти капсулы. Мне их в аптеке дали. Думаю, что у тебя сотрясение мозга, раз голова кружится. София послушно выпила протянутое ей лекарство и закрыла глаза. Комната еще немного кружилась, но присутствие Антона в доме и Гарри рядом придавал ей сил. — Ты отдыхай, тебе это нужно. А потом поедим супчик, и все будет хорошо, — успокаивал больной Антон. Он и не видел, как у Софии с глаз медленно бежали слезы. Ее жизнь, такая счастливая и безоблачная, вмиг рухнула и оказалась на помойке. Гарри заскулил. Он почувствовал, что его гости плохо. Пес положил лапу на руку девушки и лизнул ее в щеку. София потрепала его по холке. Ей понравился этот пес, и она была ему благодарна. — Хоть кто-то ко мне не безразличен, — подумала девушка и уснула. Наутро София чувствовала себя намного лучше. Она уже могла вставать и ходить по дому. — Это хорошо, что ты так быстро восстанавливаешься, — от души радовался Антон. — На самом деле, я очень боялся, как бы тебе не стало хуже. Поэтому просыпался ночью и слушал твое дыхание. — А я-то думала, кто постоянно шуршит и скрипит полами, — засмеялась девушка. Сначала испугалась. Подумала, привидение или маньяк. — Тут такое не водится. Иногда здесь не слишком хорошо пахнет, — пошутил Антон. Настала пора, чтобы расспросить Софию, как с ней приключилась такая беда и кто ей желает смерти. Поставив перед гостей тарелку с яичницей из перепелиных яиц, Антон сел за стол напротив и прямо спросил, что случилось. — Мои родители очень богаты, — начала свой рассказ она. — Год назад они погибли в автокатастрофе, когда ехали по серпантину в горах. И я в один момент стала владелицей огромного состояния и бизнеса, который мой папа основал сам. На похоронах ко мне подошел его помощник Артем, стал утешать. А через полгода мы с ним поженились. Он старше меня, мудрее и так красиво за мной ухаживал. Кроме него, у меня и не было никого. Родители были из детдома, они поженились рано и очень хотели детей. Но я родилась у них поздно. Так вот, Артем управлял компанией, а я, как наследница и президент, подписывал все бумаги. Но тут я заметила, что один счет с баснословной суммой денег переводится на Кайманово острова. Я засомневалась и спросила, что это за фирма. Артем сказал, что так и надо, и это способ обойти налоги. Но сердце мне подсказывало, что здесь что-то не так. Я отказалась подписывать счет. Это было три дня назад. А два дня назад он сделал мне сюрприз. Принес билеты на кругосветный круиз. Я так обрадовалась и начала собираться в путешествие. Даже одинаковые чемоданы для нас купила. Но спустя день Артем заявил, что не может поехать со мной сейчас. Образовались срочные дела, требующие его вмешательства. Он предложил мне ехать одной. А потом он присоединится ко мне, догнав круизный лайнер на самолете. София с аппетитом съела яичницу и принялась за овощной салат. Антон же сидел тихо, не мешая рассказывать ее историю. Так вот, продолжила София. Он предложил мне созвать прощальную вечеринку по поводу моего отъезда. Так и сделали. На ней я всем объявила, что на две недели уезжаю в путешествие по Европе. Гости ушли быстро, так как мне нужно было еще собрать вещи. Я помню, как собирала в ванной крема, чтобы убрать в косметичку. Сзади подошел Артем и занес надо мной руку. Я почувствовала боль в затылке, а затем словно провалилась в темную яму. Ну, дальше ты уже знаешь сам. Мой муж посчитал, что мое место на помойке. У Софии навернулись слезы. Она заплакала. Гарри, заметив, что его любимица разволновалась, сразу подбежал к ней, положив голову на колени. «Один ты меня понимаешь», сказала девушка и погладила пса по спине. То ли собака так подействовала, то ли София была сильным человеком, но она быстро утерла слезы и попросила, чтобы Антон помог ей выйти во двор. Когда они вышли на свежий воздух, он усадил ее в старое кресло из лозы и накрыл ее ноги одеялом. Теплый ветерок шевелил волосы девушки, солнце грело своими лучами, и она окончательно успокоилась. София с удовольствием смотрела, как Антон поливал грядки и думала о том, какие разные были их жизни. Она росла в роскоши, а он практически в нищете. Она богатая наследница, а он бомж. Раньше бы она проехала на своем роскошном авто и даже бы не посмотрела в его сторону. А теперь они здесь вместе. Травма головы давала о себе знать. Девушку еще не отпускала слабость. Во сне ей снилась мама. Она обнимала дочь и что-то шептала ей на ухо. София прислушалась. — Будь осторожна, моя девочка! — сказала мать и исчезла. К вечеру София крепла настолько, что уже могла налить себе и своему другу чай. Они сели за стол и стали угощаться баранками, которые купил парень. Больше из угощений ничего не было. София понимала, что стала Антону обузой. Он и так истратил на нее все свои скудные сбережения. — Спасибо тебе за все! — тихо сказала она. — За заботу, за одежду. Очень, кстати, удобный спортивный костюмчик. Правда, великоват на три размера. Ребята рассмеялись. — Это мой парадный выходной, — ответил Антон. — Не старый же было на тебя надевать. Кстати, я твою одежду постирал и вот что нашел в карманах. Антон положил на стол телефон и банковскую карту. — Слушай, так мы живем с тобой. У меня на этой карте знаешь сколько денег? Так, запомни пин-код 1380. Иди и купи нам всего самого вкусного. Да вообще, чего душе угодно. Да хоть трамвай. — Здорово. Трамвай мне не нужен, а вот от велосипеда я бы не отказался, если ты не против. Я мигом. Гарри, сторожить, — приказал Антон и пулей выбежал из дома. До захода солнце было еще целых три часа. Он должен вернуться до темноты, иначе гости будет страшно. Иногда по ночам из леса был слышен волчий вой. Оставшись одна, София посмотрела в телефон. От друзей и коллег было много пропущенных звонков и сообщений. Но она не стала им звонить, боясь раскрыть себя. Решила, что пусть пока люди считают, что она в путешествии, а ее муж-душегуб думает, что жена мертва. Через два часа вернулся Антон на велосипеде и двумя большими пакетами с продуктами. Ужин предвещал быть роскошным. — Антон решил узнать о планах своей подруги. — Что собираешься делать дальше, когда в полицию пойдешь? Надо уже засадить в тюрьму этого гада. — Месть — это блюдо, которое подают холодным, — ответила София. — Я хочу наказать его сама. Я знаю, где его больное место. — Ну, смотри, я в этом тебе, наверное, не помощник. Никогда не умел плести интриги, а в последний раз, когда я вот так помог, загремел в тюрягу на год. Было видно, что парню неприятен этот разговор и те воспоминания, что вновь посетили его мысли. Девушка внимательно посмотрела на собеседника. Она поняла, что он пережил трагедию, и даже, может, не одну. Ведь бомжами не становится просто так. И решил расспросить его о жизни, думая, что так ему будет легче. Антон все ей рассказал. И как трудно жил еще ребенком, и про отчима-пьяницу, и про раннюю смерть матери, и про то, как попал в колонию, а потом лишился крыши над головой. — Да уж, жизнь у тебя не сахар, — заключила Софья после того, как Антон закончил свое повествование. Но ничего, я тебе помогу, когда выпутаюсь из этой истории. За разговорами они не заметили, как наступила ночь. — Давай-ка пойдем на боковую. Утро вечера мудренее, — сказал Антон и лег на старый матрас, предоставив Софии и Гарри место на диване. Солнце еще не успело пустить свои лучи в окна старого домика, а София уже была на ногах. Она надела свою одежду, приготовила завтрак на двоих, поела и ушла, оставив записку, где благодарила за помощь, и обещала вернуться, когда уладит свои дела. Антон спал, а Гарри проводил девушку до самой остановки, тихо скуля всю дорогу. Пес понял, что пришло время расставаться. София в последний раз обняла собаку, поцеловала ее в нос и села в автобус до города. Гарри еще долго бежал следом, в надежде вернуть любимую гостью. Но силы покинули его, и он отстал. А София, смахнув слезы, вдруг разозлилась. Даже собака поступила со мной по-человечески, бомж приютил и поставил на ноги, а муж родной попытался убить, выбросив еще живой на помойку. — Погоди же, нелюдь, я иду, и месть моя будет тебе не по вкусу. Когда Антон проснулся, то не обнаружил ни Софии, ни собаки. На столе он увидел записку и пожалел, что не смог проводить девушку до города. Конечно, это было не его дело и не его разборки, но парню было жаль новую подругу. С этими мыслями он занялся сборами на работу. Рынок сам себя не подметет. Вскоре вернулся запыхавшийся Гарри и с жадностью стал пить дождевую воду из ведра. Пес отказался от куска колбасы и тихо ушел и лег под навес. — Что, скучно тебе без Софии? — спросил друга Антон. — И мне тоже. — Но что поделаешь, у нее своя жизнь. А у нас с тобой своя. Смотри, сколько у нас еще еды осталось. И карточку она нам оставила. Мы на нее маленький холодильник купим. Согласен? Но пес не реагировал на голос хозяина. Он скучал по той, которая нежно трепала его за ушком, говорила приятные слова и так вкусно пахло. За покупкой холодильника и усовершенствованием домика Антон не заметил, как прошло три дня. Нужно было сходить до смотрителя мусорного полигона и узнать, есть ли для парня работенка. Михалыч как раз слушал сводку городских новостей и пил чай. — Здорово, Михалыч! — Антон крикнул сторожу в открытое окно вагончика. — Проходи, садись, чайку попей! — пригласил его хозяин. — Ты посмотри, что делается! Бабы до чего обнаглели! Мужей уже убивают! Антон нашел себе чаю и сел на табуретку. По телевизору передавали, как одна молодая женщина предположительно в порыве ревности убила своего мужа и спрятала тело. Сама же скрылась в неизвестном направлении. На кадрах были видны плачущая мать убитого, следы крови по всей квартире и разбросанные вещи. — Вот деваха! Совсем стыд потеряла! Человека жизни лишила! — сердился сторож, глядя в экран телевизора. И тут показали фото женщины, подозреваемой в убийстве. Это была София. При виде девушки Антон чуть не подавился печеньем, которым его угостил Михалыч. — Как такое возможно? Соня совсем не кровожадная. Она хотела отомстить муженьку по-тихому. Сказала еще, что месть — это холодные блюда и все такое. — подумал ошарашенный парень. — Знаешь, Михалыч, мне надо идти. Как бы там песель колбасу со стола не стянул. Ты в гости тоже заходи. И Антон поспешно встал и вылетел из вагончика-смотрителя. Антон точно знал, что София на убийство не способна. Не такой она человек. Он ведь успел изучить ее, когда они жили вместе. И где тогда труп ее мужа? Кому нужно было его прятать? В голове вертелась фраза одного пахана из колонии. Нет тела, нет дела. А вдруг нервы не выдержали? Психануло и тюкнуло его чем-нибудь по башке. Вслух подумал парень. Но как тогда хрупкая девушка, которая сама после сильнейшей травмы могла убить такого бугая самостоятельно, да еще и где-то спрятать? Чем больше он думал об этом, тем сильнее Антона терзали сомнения. На тропинке у дома он увидел Гарри. Пес встречал его звонким лаем и вилял хвостом. — Представляешь, дружище, говорят, наша Сонька убила того мужика. Антону нужно было выговориться. Думаешь, она решила так ему отомстить? Но она не убийца. Интересно, если она знает, что ее обвинили в преступлении и все улики показывают на нее, то где она прячется? Хотя, если есть деньги, то это не проблема. Может, в Америку улетела? Как думаешь? С такими мыслями Антон сел на велосипед и поехал на работу, в надежде узнать на рынке что-нибудь новенькое об этой истории. Подъезжая к торговым рядам, Антон заметил, что какие-то люди в штатском клеят объявления. На листках оказалась ориентировка на Софию с указанием телефона, на который нужно звонить, если кто-то заметит ее. За поимку девушки было назначено вознаграждение. И таких объявлений по городу было наклеено много. — Вот ведь обложили, как волка загоняют, — подумал Антон и рассердился. Его бесило, как быстро сыщики сделали выводы. На рынке уже поползли слухи, что по городу ходит сумасшедшая маньячка и убивает молодых мужчин. Наспех упраившись делами, парень поспешил домой. По дороге он видел, как люди читают листовки и крутят головами по сторонам, в надежде найти преступника и получить за это деньги. Добравшись до своей хижины, Антон, чтобы успокоиться, затеял уборку. Он жалел, что так и не спросил, где живет его подруга. Также он не знал, в какой гостинице она собиралась остановиться, хотя в нынешних обстоятельствах в таких местах оставаться было опасно. Парень закончил свои дела лишь поздно вечером. Но мысли о Софии не покидали. Его размышление прервал стук в дверь. — Михалыч, что ли, в гости пожаловал? — успел подумать Антон, и тут дверь отворилась. В дом зашел некто в спортивном костюме и капюшоне, который полностью скрывал лицо. Убедившись, что хвоста за ним нет, человек запер дверь и посмотрел на Антона. Это была София. Она была напугана и очень худа. Руки ее тряслись. Антон сразу все понял. Его подруга не виновата. Это было видно по ее глазам. Молча налив ей кружку горячего чая и поставив перед ней огромный бутерброд с колбасой и сыром, он стал ждать, когда София расскажет все сама. Девушка накинулась на еду. И только после того, как хлеб был съеден до последней крошки, она смогла говорить. — Он меня подставил. Представляешь, подстроил так, будто я его убила. Я долго наблюдала за домом. Сама видела в окно с улицы, как он порезал себе ладонь и начал мазать этой кровью рубашку, которую проткнул кухонным ножом. Раскидал вещи, мебель, накапал кровищей на пол до самой двери, а потом прыгнул в машину и уехал. Я же успела все снять на телефон, но сама в полицию не пошла. Вдруг там есть его знакомый, они уничтожат запись, а меня посадят в тюрьму. Ты должен отнести карту памяти следователям. Но не отдавай первому попавшемуся полицейскому, а лишь тому, кто ведет это дело. — Не волнуйся, бедолага, все будет хорошо. Завтра же утром занесу видео туда, куда надо, а ты пока здесь посидишь. Тебя здесь вряд ли будут искать. На то мы порешили. Бархатная ночь накрыла лесной домик своей вуалью, и молодые люди заснули. Счастливый Гарри взгромоздился на диван и лег рядом с Софией. Первый раз за три дня он с аппетитом поел, а теперь дергал лапами, гоняясь за кем-то в своем собачьем сне. Утро было солнечным. София проснулась в хорошем настроении. Как здорово, что она познакомилась с Антоном. Пусть при столь неслыханной и ужасной ситуации. Но девушка верила, его послал ангел-хранитель. А может, он сам таким для нее и являлся? Антон же отказался от завтрака. Взял карту памяти и отправился на задание. Он должен был разыскать следователя и передать улику. Дом Софии располагался на другом конце города. Это был элитный особняк, окруженный ухоженным садом. Искусственный пруд, разбитый возле террасы, был наполнен золотыми рыбками. Словом, было видно, что здесь живут очень богатые люди. Соседние дома, что стояли неподалеку, тоже отличались красотой постройки, благодаря огромным возможностям их владельцев. Еще не подходя к дому, Антон заметил, что внутри находятся полицейские. Работала следственная группа. Они явно что-то искали. В некоторых местах сад был перекопан, окно на чердаке открыто. — Ищут тело, — подумал Антон. Он не стал заходить внутрь, опасаясь последствий. Парень решил присмотреться и прислушаться. — Быстрее бы уже закрыть это дело и в отпуск уйти, — сказал мужчина в штатском. — Посадить эту богачку и дело с концом. — Согласен, — ответил другой. — Миллионеры грызутся нам на потеху, да пусть хоть перебьют друг друга. Наше дело поймать преступника. Только странно, что тело никак найти не могут, да и жену эту. Да и есть ли это тело, как думаешь? А че тут думать? Жена убила, труп сбагрила, сама в Европу укатила, денег-то куры не клюют. Таких не жалко. — Я вон своей жене никак на путевку наскрести не могу. Антон понял, что видео не так уж и может помочь доказать невиновность Софии. Во-первых, качество его оставляло желать лучшего. Девушка от волнения то и дело переключала запись на фронтальную камеру. А во-вторых, это никому не было нужно, кроме Антона и самой Софии. И парень не стал отдавать маленькую карту памяти, засунув ее поглубже в карман джинс. — Надо залечь на дно, снять все деньги с карты и переправить Соню за границу. Думал он по пути домой. Столько нужно было сделать, достать новые документы для Софии, найти человека, который проведет их через границу, а еще как-то изменить ей внешность. Антон не заметил, как вышел на проезжую часть. Светофор мигнул и показывал красный для пешеходов, но парень, глубоко погруженный в свои мысли, не заметил знака и продолжил свой путь. Водители автомобиля останавливались, сигналили и громко ругались. — Жить надоело! — эхом неслось по шоссе. И только один шофер ничего не кричал и не сигналил. Он был мертвецки пьян, а потому не заметил идущего Антона и наехал прямо на парня. Удар получился такой силы, что Антона подкинуло на несколько метров. Подбежали прохожие, которые вызвали полицию и скорую помощь. Пьяный водитель плакал от страха, а Антон был без сознания. Когда скорая увозила его в реанимацию, он на миг очнулся и спросил, где София. Но медики не разобрали его слов. Да им это было и не важно. Шла борьба за жизнь человека, и они хотели выиграть у смерти эту битву. София ждала Антона до глубокой ночи и очень жалела, что не купила ему телефон. — Гарри, — обратилась девушка к псу, — где носит твоего хозяина? А вдруг его из-за меня в тюрьму посадили? Может, что-то случилось? Пес внимательно ее слушал и скулил. Он тоже волновался, что его любимого человека долго нет. Он уже оббегал всю округу, но не нашел следов Антона. Псу было невдомек, что парень просто уехал в город на автобусе. Не дождавшись Антона, девушка заперла дверь дома изнутри и прилегла спать. Сон к ней не шел, потому как мысли ее витали где-то далеко и полностью были посвящены пропавшему другу. София заснула ближе к утру, а ночью она со страхом слушала, как на луну выли волки. Гарри боязливо скулил и прижимался к ней всем телом. Как только забрежил рассвет, София была уже на ногах. Надо было отыскать Антона, но в город идти было опасно. И девушка решила обратиться к соседям, таким же бомжам, как и Антон, да и она сама, учитывая сложившуюся ситуацию. Неподалеку стояла лачушка, где жили женщина и мужчина в годах. Они часто общались с Антоном, помогали первое время советами и даже деньгами. С пустыми руками ходить по гостям не принято, поэтому София взяла с собой конфет и пачку чая. — Здравствуйте, соседи! — поприветствовала девушка двух пожилых людей, которые пололи грядку с луком. И тогда София поняла, откуда у парня возникла идея с огородиком. — И тебе не хворать, — бодро ответила женщина. — Что, уже была у Антошки-то? — Где была? — удивилась девушка. — Да как где? В больнице. Его ж машину вчера сбило. А ты не знала? — Нет. — у Софии помутилась в глазах. Она думала, что с другом что-то могло случиться плохое, но гнала эту мысль от себя. И вот это произошло. Они рассказали, в какой больнице находится Антон, и девушка побежала домой. Нужно было что-то делать, а вот что? Она пока не знала. — Как же теперь быть, Гарри? Мне нельзя сунуть носа в город, там меня сразу схватят. Антону плохо, и все из-за меня. Пес подошел к девушке и стал лизать ей лицо. Успокоившись, София налила себе крепкого чая и стала думать, как быть. — Если она сейчас пойдет в больницу, ее узнают и сдадут в полицию, а там и тюрьма. Самым обидным было то, что она ничего не сделала. Это были хитроумно расставленные сети ее мужа, который где-то прячется. Но вот где? За домом наблюдают полицейские, за ее друзьями и коллегами тоже. Не к кому обратиться за помощью. У нее был только Антон, а теперь и он пострадал. София посмотрелась в зеркало. На нее смотрело отражение миловидной девушки с длинными русыми волосами. Ну что ж, волосы не зубы, новые отрастут. С такими словами она взяла садовые ножницы и обрезала косы под корень. София причесалась и убедилась, что ее образ сильно изменился. Она была худощавой и вполне могла сойти за мальчишку-подростка. И девушка принялась искать старый спортивный костюм Антона. А в это время в палате интенсивной терапии Антон пришел в себя. Перед собой он увидел рыжеволосую девушку-медсестру. Она, заметив, что пациент открыл глаза, выбежала из палаты. — Давно очнулся? — рядом с кроватью стоял пожилой врач. — Две минуты назад, — ответила медсестра. — А он везунчик, — сказал доктор. — Ничего не сломано, только ушибы и рваная рана бедра, из-за которой потерял много крови. Нужно срочное переливание, а то может и не дотянуть до утра. Только группа-то редкая, нигде нет такой. — А вы говорите, везунчик, — расстроилась медсестра. — Будем ждать, запрос послали, — ответил доктор и вышел из палаты. — Вероника, — медсестру позвала санитарка. — Тут мальчишка какой-то пришел, — говорит родственник сбитому парню. — Пускать? — Пускай, — устала, — сказала медсестра. По коридору бежал парень, на голове которого был капюшон. Он снял кофту и взъерошил короткие волосы. — Здравствуйте, я брат человека, который поступил к нам вчера вечером. Его машина сбила. — Ой, как ты вовремя, — обрадовалась Вероника. — Ему переливание крови нужно, давай мы сделаем тебе анализ, если подойдет, то будешь донором. — Давайте, — согласилась София, игравшая роль паренька. Спустя полчаса выяснилось, что у Софии та же редкая группа, что очень удивило ее саму. После процедуры переливания ей дали поесть и отдохнуть, чтобы восстановить силы. Но мысль о странном совпадении не давала Софии покоя. И девушка решилась на рискованный шаг. Она заказала тест ДНК, тут же, в платной лаборатории. Нужно было подождать какое-то время, поэтому София расположилась в палате Антона. Вероника во всем помогала бедному парнишке, приносила в палату ужин и даже выдала полотенце и тапочки для удобства. София подозревала, что медсестра это делает потому, что ей нравится Антон. Это было ей на руку, и беглянка не спорила. София же, расслабившись и успокоившись в том, что ее не найдут, совершила одну фатальную ошибку. Она пошла в женский туалет. Усталая девушка совсем забыла, что играет роль парня. И это заметила Вероника, которая стала приглядывать за странным подростком. Тут, по закону подлости, в новостях показали репортаж с места убийства мужа Софии и, конечно же, фотографию ее самой. Вероника стояла как громом пораженная. Ведь сейчас в палате больного находится убийца. По крайней мере, она так думала. — Алло, полиция! — шептала в трубку испуганная медсестра. — Приезжайте. Девушка, которая убила своего мужа, сейчас находится в реанимационном отделении городской больницы. Софию забрали через полчаса. Никакие увещевания девушки о том, что все подстроено, не помогли. Ее посадили в СИЗО до суда. Антон открыл глаза и не понял, где находится. Он попытался встать, но не смог. Силы покинули его, а бедро жутко болело. — Лежи, тебе нельзя вставать, — сказала молоденькая медсестра. — Ты в рубашке родился. В аварии потерял много крови, но из-за редкой группы не могли найти донора. А потом пришла странная девушка, переодетая в парня. Она дала тебе свою кровь. — Это была София? Где она? — Да, кажется, так называл ее полицейский, когда забирал. — Эта девушка убийца, она сейчас в тюрьме. Это я полицию вызвала. Она никого не убивала. Ее муж подставил, чтобы наследство забрать, но сначала пытался ее убить, а я ее спас. — Ой, а я же не знала, — тихо сказала медсестра. — Что уж теперь, что сделано, то сделано, — хмуро ответил Антон. — А еще она зачем-то заказала ваш с ней ДНК-тест на родство. Да только забрать не смогла, увели ее. Вот результаты. Девушка подала Антону запечатанный конверт. Дрожащими от слабости руками парень вскрыл его и бегло прочитал то, что там было написано. Оказалось, что София и Антон в высокой степени близкие родственники. Скорее всего, родные брат и сестра. — Этого не может быть! — воскликнул Антон. — Мы с Соней родственники. Ничего не понимаю. Медсестра заплакала и стала просить у него прощения за то, что, не разобравшись, дала невиновного человека полиции. — Как тебя зовут? — спросил Антон. — Вероника, а что? — Да ничего. Хорошая ты, — улыбнулся больной. — Как не очнусь, а ты перед глазами. Думал ангел, а я уже на том свете. — Не говори так. Ты выздоровеешь и еще всех переживешь. Веронике было приятно, что парень, который ей понравился, тоже оказался к ней неравнодушен. — Только что теперь с Соней делать-то? Ведь она не знает, что я ее брат. У нее ведь бизнес рухнет. Ни ее, ни мужа. Растащат конкуренты все по кусочкам. — Не волнуйся. У меня отец нотариус. Я приглашу его сюда, и он подскажет, что делать. Вероника была бы рада хоть как-то загладить свое вино перед Антоном. Вечером пришел ее отец. Он изучил суть дела, взял результаты ДНК-теста и сказал, что вернется через два дня. А пока Вероника прилагала все усилия, чтобы Антон встал на ноги. Делала массаж, накладывала восстанавливающую мышечную ткань мази и другие лечебные средства. И вскоре Антон уже мог ходить, лишь слегка прихрамывая на правую ногу. Нотариус вернулся с хорошими новостями. Во-первых, он побывал в СИЗО у Софии и передал ей одежду и продукты. А также сообщил, что, как она и предполагала, Антон ее родной брат. Во-вторых, по закону Антон является полноправным членом семьи Софии, а значит и владельцем того состояния, что завещали ее родители. К тому же София дала свое согласие на то, что ее брат может занимать пост генерального директора компании. Все это было зафиксировано документально. Антон не знал, как переварить полученную информацию. Весь вечер он молчал. Вдруг услышал тихий плач. — Это плакала Вероника. — Чего рвешь? — Ты теперь богач, а я простая медсестра. Думала, мы можем стать парой после того, как ты выпишешься из больницы. А теперь вокруг тебя будут виться толпы богатеньких дамочек. — Глупышка. Антон ласково погладил Веронику по голове. — Неужели ты думаешь, что я упущу девушку, которая была ко мне так добра, когда я был обычным бомжом? Вот глупо ей богу! Вероника удивленно посмотрела на Антона, шмыгнула корносым носом и улыбнулась. Она была счастлива. Ей казалось, что она нашла человека, который ее понимает и ценит. Они еще долго разговаривали, сидя в обнимку, а проходящие мимо пациенты улыбались такому необычному зрелищу. Ночью Антон долго не мог заснуть. Ему не верилось в то, как его судьба меняется с каждым днем. На следующее утро пришел врач и сказал, что Антона выписывают. Уже через час он ехал в СИЗО, чтобы навестить Софию. Когда ее привели на свидание, он обнаружил, что она еще сильнее похудела и побледнела. Тюремные застенки не шли на пользу. Надо было срочно вытаскивать сестру. — Ты должен жить в моем, то есть в нашем доме, — твердо сказала София. — Ой, а как там без тебя Гарри? Он же с голоду умрет. — Не умрет. Михалыч его не бросит. Да и соседи у нас хорошие, сама знаешь. Брат удивился, что его сестра думала не о себе, а о собаке. — Тогда забери его тоже домой, а мне вызови адвоката. Вот тут я написала приказ о твоем назначении. Мой личный секретарь теперь в твоем распоряжении. Она все тебе объяснит, ей можно доверять. И еще Антош, купи себе приличный костюм. Антону было очень приятно слышать, как ласково назвала его сестра. Так раньше называла его только мама. Попрощавшись, Антон поспешил в лачугу за Гарри. Пес скулил и плакал, увидев любимого хозяина. Слезы лились по его морде, и он ни на шаг не отходил от Антона. Пришлось взять его на руки и посидеть так несколько минут. В доме все осталось нетронутым, даже банковская карта лежала на столе. Гарри хорошо знал свою работу. — Ну все, дружок, пойдем жить в другой дом, — сказал Антон и вызвал такси. Теперь, наконец, у него был и телефон. По пути они заскочили к соседям. Антон отдал дедушке и бабушке ключи от своего домика, чему те были несказанно рады. Их-то лачушка совсем покосилась, да и особым убранством не отличалась. Антон стоял перед домом его семьи, теперь уже не скрываясь, как в прошлый раз, а став полноправным хозяином. Секретарь София уже встречала его на крыльце. — Здравствуйте, Антон Юрьевич, — приветствовал его женщины. — Прошу вас, проходите в дом. Все готово. А для собачки? — секретаря кинула Гарри оценивающим взглядом. — Я сейчас вызову грумера. Антон понятия не имел, кто такой грумер, но согласился. Уж больно эта женщина была деловой и напористой. Когда они вошли внутрь, у Антона перехватила дух от роскошной обстановки дома. — Боже мой, какая красота! И как Соня терпела мою лачугу! — удивился про себя парень. Еще больше он был поражен приготовленным обедом, который подала экономка. Чуть подаль, на кухне, отвели место и для кормления пса, отчего Гарри был в полнейшем восторге. От обедов вместе с секретарем новый хозяин дома осмотрел свои владения и собирался выйти в сад, но женщина его остановила. — Антон Юрьевич, я имела смелость заказать для вас гардероб на свой вкус, опираясь, конечно, на пожелания Софьи Юрьевны. Приступим к примерке? — Конечно. Антон почувствовал себя, как в фильме «Красотка», только красавцем теперь был он сам. Как оказалось, вкус у секретаря был отменный. Вся подобранная одежда очень шла Антону и была по размеру. А еще через полчаса приехали два мастера. Парикмахер для Антона и грумер для Гарри. И спустя час оба товарища изменились до неузнаваемости. — Какой же ты красавчик! — сказал парень Гарри. — Да и я не хуже. После этих слов улыбнулась даже строгая секретарь. Вечером приехал отец вместе с Вероникой. Девушка обалдела от роскошных хором, но еще больше удивилась преображению Антона. Перед ней стоял не тот бродяга, в которого она влюбилась, а самый настоящий бизнесмен и просто привлекательный молодой человек. Пока Вероника знакомилась с Гарри и гуляла с ним в саду, мужчины занялись делами. Отец Вероники был не только нотариусом, но имел адвокатскую практику. Поэтому по просьбе дочери взялся вести дело Софии. — Итак, — сказал он, — следователи предоставили мне интересные сведения, касающиеся и вас. Дело в том, что София была удочерена богатой парой еще младенцем. Получается, что вас разлучили, хотя по закону должны были отдать на усыновление вместе. Будущим родителям Софии не нужен был мальчик, поэтому они заплатили директору приюта, чтобы он разделил вас. Но также у них был договор, что брата девочки, то есть вас, отдадут в хорошие руки, чего, по-видимому, не произошло. Вас усыновила неблагонадежная пара, которую должным образом не проверили. Этому поспособствовал и сам директор приюта, который тоже, как и они, был любителем выпить. Так и получилось, что вы попали в семью алкоголиков, которые, судя по вашему недавнему положению, сломали вам жизнь. Да, не повезло мне, но приемная мама все же любила меня. Потом и во второй раз неудачно вышла замуж. Но она все равно останется моей мамой. А хотите найти свою настоящую мать? – спросил адвокат. – Хочу, – коротко сказал Антон и нахмурился. Всю неделю он вникал в дела компании. В этом ему помогали управляющий делами и личный секретарь Софии. Антону уже представили правлению директоров, как совладельца компании. Парню приходилось готовиться к каждому заседанию до поздней ночи. Вот и сегодня. Он сидел в кабинете отца Софии и читал документацию. Гарри спал рядом. Он очень скучал без Антона и Софии и хвостиком ходил за экономкой, которая, будучи доброй женщиной, очень привязалась к псу. Вдруг Антону показалось, что скрипнула входная дверь. Он выключил свет в кабинете, достал фонарик и притаялся под столом. Пес же спал, как убитый, и никого не чуял. Послышались осторожные шаги. Дверь в кабинет тихо открылась. Антон припомнил все фильмы ужасов, которые когда-то посмотрел. Неужели призраки? Со страхом подумал парень. Но Гарри не верил в призраков и с лайм ринулся на вошедшего. — Ай! Больно! Отстань! Отстань от меня, проклятая псина! — орал призрак и махал на Гарри руками. Но пес жестко ухватил его за щиколотку и держал в таком положении, рыча и постепенно сжимая челюсти. Антон, не теряя ни секунды, включил свет и вытащил ремень из брюк. Посреди комнаты стоял человек в капюшоне и пытался отделаться от огромного черного пса, который в любой момент мог броситься на врага и растерзать его. Такого от Гарри даже хозяин не ожидал. — Руки назад! — крикнул Антон. — Или я прикажу собаке прокусить тебе шею. Человек послушно завел руки за спину. Антон связал их, крепко обмотав кожаным ремнем. — Гарри, фу! — скомандовал парень. Собака послушно отошла и села рядом. Человек ошарашенно выглядывал из-под капюшона. — Сядь в кресло и не шевелись! — сказал Антон незнакомцу. — Гарри, сторожи! Пес рыча подошел к чужаку и сел напротив, готовый кинуться при любом движении. Антон откинул капюшон с головы вора. — Это был якобы убиенный муж Софии, Артем. Антон вызвал полицию, сообщив, что в дом залезли грабители, не желая пока выдавать свою личность. — Ты кто такой? — спросил муж. — Не твое дело, убийца! — ответил Антон. После этих слов Артем сразу как-то съежился и стал меньше. Он очень испугался. Его била мелкая дрожь. Мужчина прекрасно понял, что имел в виду Антон. — Послушай, парень, я не знаю, кто ты, да мне все равно. Только отпусти меня, а я поделюсь с тобой сказочным богатством в этом сейфе. И муж Софии кивнул головой на старый секретарь ручной работы. Лежат сокровища. Бриллианты, акции, деньги и всякие прочие бумаги. Давай я поделюсь с тобой. А ты меня отпустишь и не скажешь никому, что я тут был. — Вор должен сидеть в тюрьме! — отчеканил Антон. — Надо же! Как давно я мечтал сказать эту фразу кому-нибудь. Смотрел, место встречи изменить нельзя? — Нет. — Удивленно ответил муж Софии, думая, что перед ним какой-то чокнутый. — А зря! — сказал Антон и открыл двери оперативно прибывшей к группе быстрого реагирования. — Здравствуйте, проходите вон там. Муж Софии оказался таким же неудачливым вором, как и убийцей. Следователь, принеся свои извинения, отпустил Софию домой. А ее мужу, теперь уже бывшему, грозил длительный тюремный срок. Сестра и брат, поделив все активы поровну, продолжили работать над делом их отца, который когда-то безжалостно разлучил их. С ними жила и Вероника, ставшая невестой Антона. Позже она призналась, что в деревне живет ее пятилетний сын. Его няни иногда увозят на свежий воздух к себе на родину. Чтобы познакомиться с пареньком, Антон и София в сопровождении Вероники и ее отца навестили деревню, которая находилась всего в пятнадцати километрах от города. Здесь было всего десять домов, а природа такая, что душа радуется. Мамуля приехала. По лугу навстречу приезжим бежал маленький мальчишка. За ним шла женщина лет пятидесяти с добрым лицом. Гости пошли в дом разбирать привезенные подарки. — Привет! — сказал малышу Антон. — Хочешь, я буду твоим папой? — А ты добрый? — спросил мальчишка. — Он очень добрый, — сказала сыну мать. — Тогда хочу. Женщины начали готовить праздничный обед, а мужчины вышли во двор. Когда София накрывала на стол, она заметила старую детскую фотографию. На ней были изображены младенцы, мальчик и девочка с их матерью. — А кто это, ваши дети? Женщина, не ожидая такого вопроса, испуганно оглянулась и закрыла лицо руками. — Да, когда-то я согрешила, отдала их в дом малютки. Тогда им было по полгодика всего. Муж-то мой по пьяни погиб, а я от тоски заболела. Уже никто не верил, что выкарабкаюсь. Позвала я тогда нашу фельдшерицу и попросила ей помочь детишек моих пристроить. А то вдруг что со мной, а детки в пустом доме останутся при мне помирать от голода и холода. Вот и отнесла она их в приют. А я только и смогла, что отказную написать. Уж и не ходила сама-то. Но отбили меня врачи у смертушки. Встала я на ноги и задумала детей вернуть. Да поздно было. Никто не хотел говорить, где мои малыши. Сказали только, что отдали моих Сонечку и Антошеньку в разные семьи. Видать, не свидится больше нам. Женщина рыдала. А София не могла встать со стула. Ноги стали ватными от неожиданного открытия. Перед ней сидела ее живая мать. Да не просто мать, а мама воли и судеб, которая была вынуждена отдать своих детей. — Антон! Антон! — закричала сестра. Прибежал Антон и отец Вероники. Они думали, что произошло что-то плохое. Слишком долго люди жили в напряжении. — Мы так и не познакомились толком, — обратилась София к женщине, которая была ее матерью. — Меня зовут Соня, а это мой брат Антон. Мы выросли в разных приемных семьях и только недавно узнали, что мы — брат и сестра. — Детоньки мои! — запричитала женщина. — Простите меня, что вам, родненьким, пришлось без меня жить. — Мама! — тихо сказал Антон и первый обнял мать. Через секунду их обоих заключила в объятии Сони. — А почему все обнимают мою няню? — спросил малыш и тоже побежал обниматься. — Теперь это твоя бабушка, — сказал Антон. В этот день никто из взрослых не лег спать до рассвета. Только счастливый внук, разом обретший и тетю, и бабушку, мирно сопел носиком на мягкой деревенской перине. Взрослыми же было сказано много слов и попрошено много прощения. На следующий день решили, что здесь будет построена корпоративная ферма, которая будет обеспечивать молочными продуктами огромный холдинг Софии Антона. А руководить хозяйством станет их мать, которая всю жизнь проработала на скотоводческой ферме. В конце лета Антон и Вероника сыграли здесь деревенскую свадьбу в кругу родных и друзей. Празднование вышло душевным. Гарри же нашел в лице мальчишки нового друга и везде неотступно следовал за ним. Вскоре вместо старого появился новый добротный дом с открытыми террасами и садом. Лишь одна вещь осталась стоять на своем месте — маленькая черно-белая фотография старой деревянной рамки с изображением двух улыбающихся малюток. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Спасибо заранее!